Привет, ребята! Сегодня у нас немного необычное видео для нашего канала. Сегодня мы снимаем вызов, вызов про кошек, кошачий вызов. Это будут некоторые вопросы, я не знаю, сколько их будет, и какие вопросы, я их тоже не знаю. Узнаю вместе с вами, я надеюсь, они будут про кошек. И мне поможет сегодня мой помощник, тоже кошатник. Всем привет! Это он составлял мне вопросы, будет зачитывать тоже. Надеюсь, будет весело. Ну что, поехали? Поехали. Итак, вопрос номер один. Зачем, по-твоему, кошка просит сидеть рядом с ней, когда она ест? Ну, всем вообще нравится вместе с кем-то кушать. Вообще, мне вот в одного тоже скучно. Мне кажется, это абсолютно нормальное и логичное желание. Но вот у нас не все кошки просят вместе с ними есть. Вот Джуля все время мяу и зовет, чтобы я с ней посидела, ее погладила и поддержала в ее сложном деле. Это поедание и корма. Ну, мой ответ, думаю, чтобы ей было не скучно, чтобы ее поддержали и вместе посидели. Ладно, следующий будет такая небольшая обводная. Вот представь, что ты утро спишь, просыпаешься, открываешь глаза и, да, видишь на подушке рядом с собой замечательную, свеженькую, только что убитую мышку. Твои действия. Я не знаю, я попробую уснуть обратно, проснуться в где-нибудь другом месте. Это слишком жестоко, мне кажется. Ну, что? Блин, у нас кошки не ходят на улицу, но откуда они могут принести мышь, блин? У нас не может попасть чисто технически мышь в дом. Ну, блин. Ну, хорошо, может, это какая-нибудь летучая мышь, которая залетела в открытые окна, я не знаю. Ну, что я сделаю? Я, наверное, ну, встану с другой стороны кровати, надену перчатки резиновые, возьму бумажку, какой-нибудь совочек, вынесу мышку на улицу. Вот. Ну, кошку, конечно, похвалю и сделаю так, чтобы это не повторилось больше никогда. Не жаль, будет обижать кошку, она старалась, надеялась, что ты ее съешь это, она считала, что это очень вкусно. Не боишься обидеть ее тем, что не будешь это есть? Нет, не боюсь совсем. Я думаю, она переживет и поймет меня, что так не нужно больше делать. Ладно, продолжаем. Вот, кошки будут часто просят, чтобы им открыли дверь, но когда им открывают, они не заходят в помещение за дверью. Как думаешь, почему они это делают? Вообще, это вот одна из дилемм человечества, на самом деле. Это очень сложный вопрос, и, конечно, я не смогу, наверное, правильно ответить, но у меня, конечно, есть свое мнение, даже несколько. Ну, есть такое мнение, что они как-то прогружают локацию, как это называется, это первое. Второе, они просто хотят, чтобы все двери были открыты, и она же просит, ну, она же не говорит, что я хочу туда пойти, она просто просит, чтобы ей открыли дверь, но ей так нравится. И она просто хочет, чтобы везде в доме были открыты двери, и когда ей захочется, она пойдет в одну, либо в другую комнату. Может быть, так? Ладно, продолжаем. Вот, может, все обращали внимание, кошка, когда точит когти, она всегда точит когти на передних лапах, но почти никогда на задних. Почему? Блин, я не знаю, но... Вот Джулия иногда залазит и задними лапами тоже, но именно чтобы точила, я вот не сильно не припомню даже. Ну, ей, наверное, неудобно. И, скорее всего, функции передних и задних лап разные. Наверное, функции задних лап это, ну, отталкиваться от земли лучше, как-то именно стабилизировать кошку на поверхности, а, ну, передние лапы должны быть острыми, чтобы хватать добычу. Может быть, поэтому их надо точить особенно тщательно, а задние и так сойдет. Может быть, так? Ну, я, честно, не знаю ответа. Ну, ладно, немного такое-то, так сказать, физики движения кошки. Очень страшно. С какой скоростью должна бежать кошка, чтобы не слышать шума от привязанной к ее хвосту консианной банки? Ну, вообще-то я, ну, слышала об этом приколе, и, ну, вообще, люди, не привязывайте никогда ничего к хвосту кошки, и вообще к кошке ничего не привязывайте, и к собакам, и, в принципе, ничего не привязывайте. Блин, это невозможно чисто технически с точки зрения законов физики. Ладно, продолжаем. Вот одной из любимых черт наших любимых мейн-кунов являются вот эти вот кисточки на ушах. Так вот, а для чего они вообще кошки? Блин, вот это вопрос. Блин, для чего они кошки? Ну, для украшения, я не знаю. Ну, вот, если подумать немножко, то, может быть, направление ветра... Блин, я не знаю, у меня сейчас подписчики будут считать, не знаю, какой-то вообще странной и глупой. Ну, направление ветра, возможно, так, а? Может, откуда ветер дует, нет? Блин, ну, для красоты уже точно нет, ведь правда. Ну, может быть, казаться больше, я, ну, вот, логично же, когда они, например, хотят провести впечатление, например, один кот на другого кота, а, ну, вот, они поднимают шерсть дывом, раскушают хвостом, идут боком, типа, мы такие крутые, может, и с кисточками какая-то есть такая связь? Нет? Ребята, напишите мне в комментариях, зачем эти кисточки, как вы думаете? Так, ладно, дальше у нас уже аж целый седьмой вопрос. Итак, вот всем, ну, ладно, не всем, многие используем для, скажем так, устрашения кошки распилитель для поливки цветов. Ну, и кошка его действительно боится. Ну, чем он для нее так страшен? Ну, я думаю, ей не нравится, когда что-то холоднее. Ей кажется, вообще вода в пульверизаторе, она холоднее, чем температура кошки. И когда что-то, ну, я не знаю, как она чувствует через шерсть, ну, ладно, это уже другой вопрос. И ей не нравится, когда что-либо попадает на ее шерсть в принципе. А когда вода, которую, да, кошки играют иногда с водой, им она нравится, но купаться и мыться им не нравится в основном. Конечно, бывают и исключения, но мыться кошкам не нравится, большинству кошек. И вода, причем неожиданно, именно там же смысл в неожиданности, когда она подходит к крану, она видит воду, и она в принципе понимает, что здесь вода, и здесь можно ее там попить, поиграть лапой. А тут именно такая неожиданность, ее вот взяли, облили, она не поняла откуда, и, ну, это неприятно. И я все-таки думаю, вот эти вот капельки, они же сразу чувствуются на шерсти, и она сразу понимает, что что-то не так, и ей это неприятно. Вот, наверное, такой ответ. Ну, ладно, далее. Кошки вообще стали, можно сказать, таким символом чистоплотности. И кошка из того, ну, из времени, когда она бодрствует, вот значительную часть тратит на то, чтобы вылизывать себя, вот, наводить чистоту. Вот, так чисто сама для себя, кошка для кошки, зачем она это делает? Ну, я думаю, чтобы от нее не пахло больше ничем, кроме самой собой. Я думаю, кошка хочет, ну, чтобы от нее пахло только кошкой, и, ну, чтобы не оставлять свой, может, даже и свой личный запах где-то не оставлять. Но, кстати, они все-таки же хищники, и от хищника не должно ничем пахнуть, чтобы их жертва никак их не распознала раньше времени. Вот, и я думаю, для этого... Жуля, вон, язык забыла вытащить. То есть обратно засунуть. Она сейчас как раз вылизывается. Вот. Жуля, зачем ты вылизываешься? А, я думаю, еще ее, может, это успокаивает, потому что очень часто кошки перед сном вылизываются, вылизываются и засыпают. Вот. Ну и, конечно, чтобы убрать лишние запахи, ну и свой даже, наверное. Ребята, не отписывайтесь. Это, правда, сложные вопросы. Ладно, продолжаем. Вот. Иногда бывает, что две взрослые кошки, ну, видимо, в знак какого-то особого расположения, вылизывают друг друга. И вот если бы к тебе подошла кошка и тоже решила бы помочь поухаживать за шерстью, подошла бы к твоей голове и начала ее старательно вылизывать. Твои действия? Ну, было такое. Они вообще любят именно мокрые волосы часто вылизывать, как-то там что-то грызть. Ну, вообще-то, ну, это не совсем хорошо, и волосам это тоже здоровья не прибавляет, и я, ну, в общем, наверное, бы как-то погладила бы ее и убрала волосы. Наверное, так. Ну, может... Ну, это шерсть, это здоровье прибавляет. Ну, да, а одна же их и погрызывает, и может вырвать их так немножко. Поэтому, наверное, нет, не надо их трогать. Пусть они останутся со мной, и я буду сама за ними ухаживать, а кошку буду просто чесать, расчесывать и гладить. И вообще пусть она найдет другую кошку, у нас их несколько, и влизывает. Ладно, и напоследок, идеальное количество кошек в доме. Ну, вообще, мне кажется, всем кошководам, всем заводчикам хочется много. Мне вообще даже раньше хотелось много кошек разных пород, чтобы смотреть, как там, в общем, как они взаимодействуют, какой у них характер, а как они друг друга проявляют, ну, в своем кошечном обществе и с людьми. Но это невозможно сделать хорошо, чтобы было людям, и хорошо, чтобы было кошкам. Ну, неправильно, когда 100 миллионов кошек в одной маленькой однокомнатной квартирке, это правда ненормально. Не делайте так. Вот, и у нас сейчас, ну, у нас дом большой, ну, относительно большой, конечно, у всех, для нас он большой. Вот, и у нас сколько сейчас кошек? Джуля, Юки, Дримка и Печенька. Ну, как бы в доме три кошки, а Печенька в подсобных помещениях, она в дом не заходит никогда, потому что она имеет доступ к улице, а в доме живут только кошки-мейн-куны, вот, которым нельзя на улицу. И мне кажется, такое количество достаточно, если уже их будет слишком много, им будет самим друг с другом плохо. И чистоплотность же должна быть, должно чисто быть дома, а с кошками это достаточно непросто, потому что куча уборки с ними, шерсть, они куда-то пытаются все время залезть, себя развлечь, вот, постоянно кошачьи бегажи, вот. Хочется, чтобы и люди были счастливы с кошками, кошки счастливы с людьми. Ну что, это был последний вопрос. Вот, я не знаю, как вам понравится, не понравится. Если вам нравится такое видео, обязательно ставьте пальцы вверх, и обязательно задавайте свои вопросы в комментариях, и в следующем видео, может, мы снимем именно про них видео. Всем пока!